Владимир Путин назвал полномасштабной гражданской войной. Оттуда действительно приходят крайне тревожные новости. Правый сектор идёт на Донецк. Сегодня произошло ожиточённое столкновение у села Карловка. Боевики прорвали оборону, взяли блокпосты и теперь продвигаются к областному центру. Есть потери как среди нападавших, так и среди сторонников Донецкой Народной Республики. С места событий репортаж Леонида Муравьёва. Муху забрали! Забирайте муху! Всё, пошли, 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 пошли! Контроль! Батальон «Восток» элита Народного ополчения Донбасса отступает. Боевиков правого сектора слишком много. У них бронетехника, на подлёте звено вертолётов. Блокпост в посёлке Карловка не удержать. Так, вы там прикрытие есть сзади вообще? На красный набрал. Так, ещё одного к нам дайте. Бойцы ополчения выводят из-под огня защитников блокпоста. Молодые ребята в течение нескольких часов сдерживали наступление правого сектора. Командование принимает решение отступать. Силы неравны. Украинские националисты обходят с флангов. Три бойца самообороны уже убиты, трое ранены. Если оставаться здесь, то погибнут все. Морда! Морда, давай сюда! Я за это вернусь сейчас! Батальон «Восток» отступает к блокпосту под Донецком. Своих погибших не бросили. Взяли с собой и убитого украинского националиста. На груди у него фашистская свастика. Все это напоминает 41-й год. Только оружие у противника мощнее и разрушительнее. Прицелы ночного видения, тепловизоры. Люди, что вы делаете? Вы с нами стреляете? Американского, канадского производства. Удивительно, но боевики правого сектора, имея численное превосходство, тоже отступили. Местные жители говорят, копят силы для нового штурма. В ходе утреннего боя украинские националисты понесли значительные потери. По разным данным, от 8 до 40 человек. И в этот раз боевики правого сектора использовали свою излюбленную тактику. Напали рано утром с разных сторон. Все бандиты были одеты в черную униформу без опознавательных знаков. Чтобы хоть как-то понимать, где свой, где чужой, на правой руке носили яркие ленты. Точно такие же, как в Одессе и Мариуполе во время погромов и расстрелов мирного населения. В результате боя в Карловке никто из мирных жителей не пострадал. Отступая, боевики правого сектора сожгли кафе и несколько жилых домов. К счастью, их жильцы под пулями смогли спрятаться у соседей. Вот сюда, в этот подвал я опустил жену с ребенком. Они просидели здесь около пяти часов, не вылазя, потому что здесь шла война, ожесточенная война. Александр Лавренцов сегодня стал героем родной Карловки. Он первым поднял тревогу и этим спас много жизней. Проснулся, говорит, от шума во дворе. Вышел в огород, а там боевики правого сектора. Я выбежал вот сюда вот на асфальт и кричу, атаман, говорю, они, говорю, здесь в огороде, говорю. Ну, вот так вот было. Ну, бой продолжался, конечно. Они, ну, как правосеки или как их называют, они, короче, окружили блокпост полностью, взяли его в кольцо. И били с минометов, с гранатометов и с базуки. Один из снарядов Александр нашел у себя в огороде. Бой шел прямо под его окнами. После того, как выстрелы стихли, местные жители стали обходить окрестности. Нашли несколько раненых ополченцев. Их тут же отправили в больницу.